Здравствуйте, накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня у нас будет очень интересная модель, и видео мы разобьем на две части. В первой части я вам покажу, как сделать сложное ламинирование и осветление бровей, а во второй части, как сделать коррекцию и тонирование. Ну что, поехали? Очищаем брови детокс-муссом и кисточкой номер 6. Смываем водой. Анализируем бровь. Начало брови очень жесткое и не укладываются волоски, они торчат вверх. Далее бровь более мягкая и покладистая, поэтому внутреннюю часть мы будем делать в ламинировании Lush Girl Lab, а завершение будем делать в бровь фиксап. И у нас будут очень мягко уложены волоски и внешний угол максимально щадящим составом. При нанесении скин протектора уже понятно, где волос более мягкий, он сразу же также укладывается. А где волос очень жесткий, в начале брови, видите, он не укладывается, поэтому там будем использовать Lush Girl Lab. Наносим первый состав Lush Girl Lab только на начало брови и бровь фиксап на остальную часть. Закрепляю пленкой только начало брови для того, чтобы все волоски были в составе. Проверяю кисточкой волоски. Мы выдерживали 5 минут. И так как в помещении достаточно тепло, этого времени достаточно. Перед вторым составом также наносим скин протектор и уже укладываем волоски в нужном нам направлении. В той части, где очень густые брови, можно очень аккуратно один раз прочесать. Наношу второй состав. Состав наношу плотненько. Полностью на всю бровь один второй состав. Изначально убираю водой, а дальше буду использовать Detox Smooth и также смывать водой. Наношу Lush Flex для того, чтобы максимально напитать волос и защитить от химического воздействия. Потому что в начале брови мы сейчас расцветлим на полтона еще цвет брови. Если чувствительная кожа, можно немного нанести скин протектора в том месте, где будет осветление. Той же кистью наношу осветление. Две части окислителя, одна часть пудры. Очень важный момент. Изначально ламинируем, потом осветляем. Не наоборот. Окислитель использую из серии SBTS. С ним пудра будет работать быстрее. Но также можно использовать окислитель с гейк-краски. Эффект будет осветление более медленным. Если вы смыли пудру и цвет вас не устраивает, хочется еще более светлый оттенок, тогда наносите повторно ту же смесь, которую вы замешали. И наношу Lush Flex. Смотрите, какой у нас красивый получился цвет после ламинирования и осветления. Ну а в следующем видео я вам покажу, как сделать форму, коррекцию и тонирование. Надеюсь, видео для вас было полезным. А если хотите увидеть конечный результат, обязательно подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. И уже в следующий четверг я вам покажу результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова